Последние выходные минувшего лета запомнятся ценителям классических, редких и просто красивых автомобилей фестивалем «Автокультура», отгремевшим в музее-усадьбе «Архангельская». Мероприятие могло бы быть ежегодным и уже третьим по счету. Но прошлым летом в разгар пандемии фестивалю пришлось взять паузу. Оно и к лучшему, публика действительно соскучилась, и в «Архангельское» приехало огромное количество посетителей. Впрочем, в этот раз было больше не только гостей, но и машин. На нашем мероприятии, которое прошло в 2019 году, у нас было примерно 80 автомобилей. Сегодня же у нас произошел качественный, скажем так, больше даже скачок автомобилей около 250. Это действительно очень большая цифра. Среди автомобилей, красовавшихся на аллеях парка, можно было отыскать интересные экспонаты из музейных и частных коллекций. Десятки ягуаров разных лет. Классические «Альфа-Ромео», целые выводы к «Ламборгини», «Порше» и «Феррари», включая гоночные. «Трицикл», «Морган», «Фривейлер». Выставку разделили на несколько тематических зон. Классические автомобили, легенды автоспорта, внедорожники, янгтаймеры. Не каждая машина может дожить до 30-летнего возраста. В нормальном состоянии это уже подвиг определенный для тех, кто за ней ухаживает. Тем более, если эта машина какая-то необычная, то это вообще уже практически как произведение искусства. Ну, в каком-то смысле. И сохранение подобных вещей я считаю очень важным. Примечательно, что организаторы нашли местечко и для двухколесного транспорта. Любители мототехники могли, например, познакомиться вживую с новинками от марки MV Agusta, впервые прибывшими в Россию. Также программа фестиваля включала лекции экспертов автобизнеса, спортсменов и коллекционеров, соревнования на симуляторах и даже гонки. Во время автокультуры из Архангельского стартовало ежегодное ралли GT-клуба владельцев мощных люксовых автомобилей. Мы всем выдаем карты дорожные. Два с половиной часа ребята катаются по Подмосковью по точкам, ищут точки. Они их находят, финишируем. Ну, как бы, финиш у нас в Галаре. В этот раз в ралли приняли участие 37 экипажей. Им нужно было отметиться во всех контрольных точках в назначенное время, не нарушая при этом правила дорожного движения. В итоге победу одержал экипаж на Lamborghini Urus. Второе место досталось команде на Ferrari F430, а третье — на Porsche 911 Targo 4S.